Говорят, что бабе век короток, на плечах моих шелковых плоток, ведь зеленые сарафани горят, а потом не на судачах пусть говорят. Их девиз в классе – никаких разговоров о болезнях и старости. В Центре активного долголетия на Гоголя-32 пенсионеры вновь могут почувствовать себя молодыми, полными силой и энергии. Активисты 50+, могут дать фору молодым. Для любителей физкультуры – скандинавская ходьба и йога. Для ценителей искусства – уроки живописи. А для поклонников вокального творчества – хоровое пение. Как говорят преподаватели, музыка не только лечит, но и укрепляет ментальное здоровье. Укрепляя дыхание, мы укрепляем свой организм. Если физические упражнения укрепляют наше физическое тело, то такие песенные упражнения укрепляют дух человека, создают замечательное настроение. А если у человека хорошее настроение, то и здоровье хорошее. Настроение здесь поднимают и танцы. Преподает их Наталья Юрьевна, которой в свое время сделали тяжелую операцию. Сегодня ее можно назвать «железная леди» в прямом и переносном смысле. Вот только женщина не отчаивается, а наоборот пытается зарядить своим позитивом окружающих. У меня заменен весь правый бок. У меня заменен не только полностью чашечка, в общем, весь таз. У меня здесь все железо, шурупы, железные эти. И все удивляются, как ты с таким заболеванием и танцуешь. Но когда я лежала в больнице, я думала, надо встать. Я не встану, за мной неком будет ухаживать. Я уже думала про престарелых, мне говорят, вам быть еще выделим. Но я начала двигаться, я начала ходить, у меня боли стали уходить. И как-то вот мой сустав, он сжился с моим телом. Людей с самыми разными интересами здесь объединяет одно – непреодолимое желание жить. Для себя активисты отмечают создание таких центров – просто спасение от рутины и одиночества. Вы знаете, вот когда смотришь на лиц пожилого возраста, то видишь, чем старше, тем грустнее глаза. И, наверное, это от того, что мы все боимся старости. И она должна быть красивой. И я думаю, что одно из этих понятий, что создать нужно ЦАДы, именно для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. И у нас в ЦАДе просто великолепно для этого созданы все условия, на любой вкус занятия. Ульяновская область – одна из немногих, где открыты центры активного долголетия. Их в регионе – 230. По предложению губернатора, в них созданы максимально комфортные условия. Приятные оттенки стен – необходимая техника. Здесь у нас полгода шел ремонт. Я практически была прорабом. Ну и вот в сентябре месяце, 26 сентября, у нас произошло открытие после ремонта вот этого помещения. На тот момент у нас было 49 человек. 25 января этого года сняли все ограничения, и народ у нас пошел. На сегодняшний день у нас уже 126 человек. Создание комфортных условий для пенсионеров обсудили на заседании общественной палаты, где отчет о работе ведомства представила первый зампред правительства Екатерина Уба. К уже законным центрам активного долголетия добавилась новая форма предоставления услуги – мобильные бригады. 17 автомобилей для этого было специально отправлено для того, чтобы приезжать и на дому смотреть на граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности. И мы видим, что в 21 муниципальном образовании было проехано 466 населенных пунктов за год. Это 50% от всех, которые имеются. За два года 100% покрыли. Уточнить адрес ближайшего центра активного долголетия можно по единому телефону 8 800 350 46 46. А работают учреждения по национальному проекту «Демография», инициированным президентом Российской Федерации. Александра Никитина и Юрий Ломатов. Улл Правда ТВ.